Железногорск Молодежный поселок должен стать настоящим украшением Железногорска, считает глава ЗАТО Вадим Медведев. Его главной задачей – доступная цена и комфортное проживание для специалистов, которые будут готовы приехать сюда для работы на местных предприятиях. Мы должны предложить магниты, которые притянут сюда, в Красноярский край, в Железногорск, преодолеют проблемы закрытого города. Это тоже ведь проблемы. Помогут преодолеть и весы должны склониться в пользу того, чтобы организовать новое производство в Железногорске. Строить поселок будут на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов. Часть денег выделены на создание в городе инновационного кластера. Именно на новых и наукоемких предприятиях Железногорского промпарка будут трудиться молодые сотрудники. Самые лучшие кадры, которые получают самое современное образование, которые умеют работать на самом современном оборудовании, на общем, мировой точке зрения. Хотели жить в Железногорске, стремились жить в этом городе и связывали свою судьбу и судьбу своих семей с работой на этих предприятиях. Строить намерены двух-, трех- и пятиэтажки. Основная идея проекта – блочность и использование местного материала. Древесины, вермикулита, ячейстого бетона, которые хорошо зарекомендовали себя с точки зрения теплосбережения. Но социальная составляющая – одна из главных. Дома должны быть доступны по стоимости. В городе уже существует опыт строительства трехсторонних соглашений, когда строится жилье конкретно под специалистов, и процентную ставку ипотеки гасит предприятие. Это и СС строило, и спецстрой строил. По такой же принципу предполагается и здесь. Тогда, конечно, если я не ошибаюсь, работники СС платили в пределах 20 тысяч рублей за квадратный метр. Со временем в поселке построят парк, аллеи, два детских сада и школу. Руководитель молодежной организации горно-химического комбината Константин Самутичев говорит, что для ребят новый поселок будет большим стимулом остаться именно в Железногорске, а не стремиться переехать в краевой центр. Представляете, будет поселок, в котором будет своя инфраструктура, вплоть до детских садов, школ, вплоть до, возможно, каких-то там культурно-развлекательных заведений. Ну и, соответственно, возможность иметь не квартиру, а даже собственный дом. Это, безусловно, очень здорово для молодежи города. А вот кто будет застраивать молодежный поселок, определится только после проведения аукциона. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Дмитрий Кутько, Дмитрий Яковлев. Железногорск. Афонтово новости. Дмитрий Кузов, Дмитрий Кузов. Продолжение следует...